Так, если я хочу стать известным журналистом и писать правду в нашей школьной газете, я должна узнать эту правду. Про всех. О, первый претендент на журналистское расследование есть. О, вышла новая статья на сайте школьной газеты. Что? Это я такое делаю? Что за писанина? Кто автор? Да как они посмели? Нужно срочно позвонить Елене Юрьевне. Ого, наконец-то что-то интересное опубликовали. Вы видели статью по Анакондовну? Ага, как раз считаю, ее тут прям в пух и прах разнесли. Не говори, все вспомнили и про несправедливое оценивание, и про деньги на шторы. Да-да, шторы, которые так и не появились. Ничего себе! Привет! Ребят, обратите внимание на четвертый абзац. А что там? Ирина Анатольевна ворует сахар из буфета? Не знаю, как вы, но лично я считаю, что это уже перебор. Согласен. Учитывая, что сахар там бесплатный. Ирина сам иногда больше пивов. Да все так делают. А как вам этот заголовок? Беременность Ирины Анатольевны или как получить больше внимания? Капец. Мне кажется, что кто-то хочет, чтобы Анатольевну уволили. Хо, новая статья. Кто их там пишет, как из пулемета прям? Не считайте! Это уже точно ванье. Твоечник хочет жениться. Что-что тут написано? Говорю еще раз. Это наглая ложь. Кирилл добавил в друзья всех девушек в школе и каждая предлагала встречаться. Кроме того, он повесил нас кроватью фотки. НЕБЛО ДАКОГО! НИКОГДА! Ага, расскажи, извращенец мелкий. Да что вы всякому бреду верите? Я ничего подобного не делал. Уверен? Сто процентов. Ну, тогда получается, что кто-то имеет на тебя зуб. Кому-то ты дорогу перешел. В смысле? Никому я ничего не приходил? Ну, я бы так не сказала, судя по тому, что пишут о тебе журналисты нашей газеты. Кстати, ты случайно ни с кем из них не знаком? Эм, да, вроде бы нет. Ребят, обновите страницу. Срочно, Соня. Теперь, походу, твоя очередь. Дилда вышла на сцену, и это на меня звук глота. Соня, которая считает себя певицей и начинающей моделью, петь не умеет вообще. Все ее выступления на школьных вечерах под фонограмму? Капец. Дальше читай. Соня специально накручивает подписчиков и выкладывает свои песни с чужим голосом. Соня взяла себе в псевдоним «Райский голосок»? Соня, реально? Что за бред? Да это вообще шутка была, и об этом никто не знает. Я же не дура себя так называть. Ну, факт-то говорят об обратном. Пишут еще, что ты ходишь по всем учителям и просишь хорошие оценки. Чего? Да-да, в обмен на бесплатные билеты на свой будущий стольный концерт. Все, короче, мой мозг отказывается принимать эту инфу. Эй, а нас подождать! Маш, это жесть. Мы пока сидели в коридоре, так много нового про себя узнали. Фу, моей злости нет предела. Это только начало. Ну вот, и моя очередь подошла. Ксюша завалила всю комнату мягкими игрушками в виде единорогов. Еще и каждому имя дала? Что за детский сад? Она прячет под подушкой сладости, и однажды шоколад растаял у нее под подушкой. Ксюша, реально что ли? Тут все приковеркали. Там один кусочек был. Это случайность. Ого! Ты что, на самом деле носишь корсет, чтобы скрыть, что ты толстая? Да кому ты веришь? Это вранье! Ничего подобного. Факты говорят против тебя, а также показания свидетелей. Маш, ты чего, веришь в эти глупости? Это не глупости. Это расследование профессионального журналиста. Чистая правда, и все проверено. Не поняла, а ты откуда это знаешь? Про тебя тут тоже могут написать вообще-то. Хороший журналист сам про себя не напишет. Так это ты пишешь? Ты что, новый журналист нашей школьной газеты? Да. И стоит отметить, пока что самый лучший журналист. Самый лучший? Деточка, ты ничего не путаешь? Маша, так с друзьями не поступают. И чтобы ты знала, я никогда не пела под фонограмму. А я не изращенец. Что ж, видимо судьба такая у независимого журналиста. От меня ничего не скроешь, ясно? И не нужно давить на меня. Знаешь, Маша, у меня после всего этого вообще нет желания с тобой общаться. Поддерживаю. Ой, да пожалуйста. У меня нет времени слушать ваши истерики. Мне новый материал готовить нужно. Сенсацию про директора. Ты хочешь, чтобы тебя выгнали? Если ты напишешь подобную гадость, то так и будет. Люди должны знать правду любой ценой. Тебе не понять. Не, ну нормально. И как на это реагировать? Никак. Просто не общаться с ней. Всем добрый день. Скорее бы он закончил. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Я смотрю, вы тоже заходили на сайт нашей газеты. Угу. Заходила. Если вас это успокоит, то нам тоже от Маши неплохо досталось. Представляете, мне Елена Юрьевна премию отменила. И назначила разбирательство по поводу штор. Стоп. А что значит, от Маши тоже досталось? А вы разве новые статьи не видели? Гляньте. Фонограмма. Фонограмма. Единороги. Фу. Кирилл. Да это все выдумки. Вы хотите сказать, что за всем этим стоит Маша? Ну да. А вы не знали? Зачем она? Зачем ей такое писать? Нас самих интересует ответ на этот вопрос. По мнению Маши, она просто вывела нас всех на чистую воду. Чего? Да что она о себе возомнила? Журналюга рыжая. Так, ее нужно немедленно остановить. А вот и обещанная сенсация. Елена Юрьевна, не настоящий директор, она получила эту должность обманным путем. Подделала документы, запугала учителей и на самом деле деньги на шторы Елена Анатольевна отнесла директору. Ну Маша. А вот еще, поцените. Она пишет, что настоящий директор это Лилия Валерьевна. О, это уже совсем плохо. Да, Елена Юрьевна. Угу. Видела. Узнали. Это Маша. Да, наша Маша. Вот походу и закончилась ее карьера в журналистке. Хорошо, я поняла. Знаю, конечно, директор это вы. Нет, никто не поверил. Да, про фотографии тоже вранье. Да что ж все привязались к этому. Угу. До встречи. Ну что? Маша доигралась в свои расследования. Пойду звонить ее маме. Мы так понимаем, ее к директору вызвали. Правильно понимаете. Я вот что подумала, у каждого журналиста должен быть информатор. Маша говорила, что все факты проверены. Но кто их проверял? Да. Да. Действительно. Надеюсь, ты пишешь про себя? Что? Про меня писать нечего. Я ничего не скрываю. В любом случае, это твоя последняя статья. С чего ты это взял, извращенец? Маша, ты что себе надумала? Что за бред ты публикуешь? Мне же теперь нужно объясняться перед директором. А что такое? Наша фальшивая директориса переживает, что ее уволят. Маша, это тебя из газеты уволят. И из школы выгонят. Это за что? За правду? Машуль, детка, мне это можно сказать. Скажи мне, кто твой информатор? Кто тебе все это рассказал? Ну, Тимофей мне помогает. Он тоже решил заняться журналистикой. Что? Маша, его уже хотели несколько раз выгнать из школы за вранье. Ты нашла, кому верить. Я знаю, но он поклялся. Сказал, что... Да, Маша. Не думала, что ты променяешь нашу дружбу на дешевые сенсации. Маша, Маша. Ну, что ты сидишь? Догоняй их. Точно. Ребят, стойте. Подождите. Извините меня. А у меня никто не хочет попросить прощения. Или учитель не человек. Его нельзя обидеть. Попросят, Ирина Анатольевна. Попросят. Как только шторы в классе появятся. Ирина Анатольевна. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!